Друзья, 29 марта 2021 года пресс-служба администрации Северодвинска информировала жителей, что начались работы в сквере ветеранов. Начальный этап благоустройства оценил глава Северодвинска Игорь Скубенко. Работы на объекте выполняются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Производитель работ общества с ограниченной ответственностью стройком Сергей Беськаев рассказал, что уже удалено более 70% старых аварийных тополей. Следующие этапы – вывоз древесины, выкорчевка к ней и планировка территории под дальнейшие работы. Глава города пояснил, что каждая попавшая под ликвидацию дерева была обследована отделом экологии и природопользования. Заместитель председателя комитета ЖКХ транспорта и связи администрации Северодвинска Любовь Кривощекова напомнила, что эту территорию выбрали сами горожане в ходе рейтингового голосования. Сквер состоит из верхнего парка от дома Корабела до Вечного огня и нижнего парка между Вечным огнем и гостиницей Волна. Севмаш предложил после завершения работ назвать данную территорию парком поколений. Здесь будут зоны спокойного отдыха со скамейками и столиками, сцена, фото зоны и интересная необычная для нашего города детская площадка с безопасным резиновым покрытием, а также качели-скамейки. Севмаш предложит также помочь нам в приобретении арт-объектов. Это скульптора ветерана Корабела с внуком, карта города и настоящий якорь, рассказала Любовь Кривощекова. Она добавила, что озеленение территории кардинально поменяется. Оставлены липы, осины, лиственницы, рябины, березы и кусты акации. Будут высажены деревья, высотой не менее двух метров, таких пород, как тополь серебристый, ель, яблоня и другие. Из кустарников она особо отметила калину Гульдинеж, которая должна очень красиво цвести. Все сорта реонированы и приспособлены для нашего климата. Работы пройдут и в Нижнем парке. Здесь будет заменено поврежденное асфальтобетонное покрытие, претерпит модернизация системы освещения, будут заменены скамейки и урни. На центральном круглом газоне будут ярусами, высажен кустарник разных видов. Напомним, что стоимость муниципального контракта – 50 миллионов 490 тысяч рублей, из которых федеральный бюджет направил 38 миллионов 895 тысяч рублей, региональный – 793 тысячи, а в местном бюджете были предусмотрены на эти цели 10 миллионов 801 тысячи рублей. Работы в сквере должны быть закончены в середине августа, а озеленение, включающее в себя устройство газонов, посадку деревьев и кустарников различных пород, в середине октября. А уже на следующий день, 30 марта 2021 года, на сайте Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» появилась статья «Парпроект». Городская среда, в Северодвинске начались работы в сквере ветеранов. О необходимости создания зоны отдыха жители просили в ходе избирательной кампании кандидатов от партии «Единая Россия». Партия выполняет обещания. Начальный этап благоустройства оценил член Президиума регионального отделения партии, глава Северодвинска Игорь Скубенко. Работы на объекте выполняются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 16 апреля 2021 года информационное агентство «Беломорканал Северодвинск» публикует статью. Сквер ветеранов Северодвинска разгромили. Что дальше? В конце марта муниципалитет отчитался об активной работе подрядной организации на объекте. Сейчас сквер, напоминающий территорию после бомбежки, который день остается пустынным и заброшенным. Не видно ни техники, ни рабочих. В таком виде и оставят до 9 мая, до лета. Были ведь уже неоднократно в городе истории с благоустройством, когда объекты простаивали месяцами в самое благоприятное время для работ. Были и скандалы ко Дню Победы. В сквере ликвидированы все старые перепуши и тополя. Это давно стоило сделать. На мой взгляд, это вопрос спорный. Может, надо было у тополей по кругу парка хотя бы просто сделать омолаживающую подрезку и оставить. Горожанам было обещано, что будут не только спилены стволы, но выкорчут и пни, а затем настанет черед планирования территории. Пока же пространство украшают пни от срезанных деревьев, с какого ракурса ни взгляни. Одну единственную единицу техники в сквере загнали в пусты и там оставили, а крупный террикон грунта уже освоили северодвинские мальчишки. Всюду знаки активно начатых, но почему-то прерванных работ и чуть ли не спешного бегства с территории. Единственный, да и то достаточно условный позитивный момент на сегодня, если взглянуть на сквер со стороны вечного огня, то выше оставленных пеньков можно увидеть архитектурную панораму тыла Площади Победы. Тогда как сам вечный огонь у знака ратному подвигу северодвинцев странным образом гармонирует с разбомбленной территорией. Друзья, как вы считаете, успеет ли подрядная организация выполнить работы в сквере к середине августа, а озеленение, включающие в себя устройство газонов и посадку деревьев и кустарников в середине октября? Напишите свои комментарии, что вы думаете о реконструкции сквера ветеранов Северодвинска. Вступайте в нашу группу ВКонтакте Серба ТВ и подписывайтесь на наш канал в ютубе и не забудьте нажать колокольчик. Всего доброго, наш канал всегда показывает честную и проверенную информацию.